Дорогая церковь, слава Богу! Дорогая церковь, слава Богу! Долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Один из тех, кого спасло долготерпение Божие, стоит сейчас перед вами, дорогие братья и сестры. Я все еще сырая глина, хотя изрядно жизнью мят, я обожжен огнем горнила, но я в руках того, кто свят. И его пальцы не устали свое подобие ваять, а я ведь был упрямей стали. И в 20 лет, и в 45, как неразумно расточал я десятками календари, А руки отчие прощали и эту глину берегли. Я получил образование журналиста, работал в Брестской областной газете «Заря», в партийном отделе. Имел в центре города, в прекрасном здании отдельный кабинет. Наверное, я был хорошим журналистом, потому что вскоре назначили меня собственным корреспондентом «Знамя юности» «Республиканской газеты» с обкором по Брестской и Гродненской областям. Кто-то, может быть, знает, что в журналистике собственный корреспондент – это пик карьеры. Это ты сам себе начальник на две области, сам себе планируешь рабочие дни, планируешь свои статьи и прочие и так далее. Массу имеешь льгот. Вот, наверное, кто постарше в свое время читал «Знамя юности», может быть, видел огромные, там, большие, огромные, порой статьи по целую полосу подписаны Владимир Яскович с обкором «Знамя юности», так вот это был я. Довелось мне редактировать республиканскую газету «Европейский перекресток». Каждый номер ее лежал у Александра Григорьевича на столе, и не раз мы отмечались лично президентом, то, что полезным делом занимаемся и ведем правильную линию. Ну вот, казалось бы, вершина карьеры достиг человек успеха в жизни. Может быть, кто-то завидовал, кто-то радовался, восхищался такой карьерой. Но вы знаете, мои дорогие, в душе моей в эти дни, когда я находился на том Олимпе, была пустота. Потому что не было в моей жизни Бога. А мы знаем, что если нет в душе человеческой Бога, то его место и пусто там, то это место не останется пустым навсегда, его непременно займет враг. И я это, может быть, вот так четко не мог сформулировать тогда, но душа у меня настолько томилась и звала меня к Богу, звала меня изменить каким-то образом жизнь, потому что мои друзья, талантливые коллеги, начали стремительно уходить из жизни друг за другом. Один упал на подпитку, я говорю из белорусы, в Минске, в сугробе, и в этом миллионном городе не нашлось доброй души, которая хотя бы подошла, допнула бы его носком ботинка. Что там такое? Пока кто-то подошел, спасать уже было некого. Один приехал с моих друзей в командировку, выходил с вагона и умер прямо на ступеньке, на верхней ступеньке, упал бездыханный на перрон. Один нырнул в воду во время отдыха, в речку, и нашли его только через три дня. Еще один занялся очень серьезным журналистским расследованием, его убили и тоже нашли через две недели утопленным. Вот такие обстоятельства окружали меня, и в этот момент моя душа все чаще напоминала мне мамин рассказ о том, как я, будучи крохой, умер. Родился я 29 апреля, а когда пришли первые теплые солнечные дни, мама вынесла меня во двор, чтобы обогреть на солнечке, и рассказывала, что я вдохнул, вдохнул этот теплый воздух, эти лучи солнечные, первый, второй, третий раз, и умер. Это был не обморок, это был не сон, это была смерть. И что могла в такой ситуации сделать любая иная женщина, любая иная мать? Наверное, кто-то бы катался по траве, рвал волосы в отчаянии, кто-то стучал бы в стены кулаком от бессильного гнева, непонятно на кого. Но моя мама, которая в ту пору уже была членом евангельской общины драгичинской, членом пятидесятнической церкви, поступила так, как должна поступить, и как могла поступить только христианка. Она подняла это маленькое тельце на руках к небу, настолько высоко, как хватило ее рук, и закричала, «Господи, верни мне его!» «Только ты можешь вернуть!» «Только ты!» Это был очень громкий крик, потому что началась бегаться улица. Приезжали соседи, «Зоя, что случилось?» Наверное, как я теперь понимаю, это был, в общем-то, не крик, это был поистине вопль веры. Мама моя, которая верила в то, в своего Бога, услышала от него ответ. Этот крик услышали небеса, и там наверху, на ее руках, раздался плач, и я вернулся к жизни. Слава Богу! А мое второе воскрешение произошло в день моего покаяния, 18 февраля 2001 года. И я сегодня в Седовласе, как видите, моложе многих из молодых в этом зале. Мне только 18 числа 13 годков исполнится. Но как я счастлив, что, как мы все счастливы, что Господь нас, отвел от источников погибели и открыл источники жизни. Воду Нового Завета пью, напиться не могу. Как я жаждал Влади этой, задыхаясь на бегу в бесконечном марафоне ради звезды Змешуры. Унеслась вперед погоня, я остался вне игры, и толпа смеется в спину, не поняв, кто победил. А меня Господь, как сына, влагой жизни наделил. Я прочту еще несколько своих стихотворений. Когда-то я писал стихи, ну, и точно вот тогда они были точно мои, потому что они раздались в голове, опивал я там земные разные вещи, а теперь стихи раздаются в сердце. У меня есть небесный соавтор. Сам Дух Святой подвигает писать их. Поэтому я могу только воскликнуть слава Господу за это великолепное, благословенное соавторство. «Счастье маю, веру Богу. Бог святло життя моего. У гримотах де облогах, у турботах тетрывогах, дома я або в дорогах спадзяюся на Его. Ведаю, что поруч будзе, Бог со мною козный час. Не отыдзе, не забудзе. О, какое счастье, люди! Бог да гэту любит нас! Аплодисменты. Слава Богу! Как все-таки непостижимо безмерность милости Твоей! Разве не мог пройти Ты мимо всех этих замкнутых дверей, всех этих душ, готовых снова Тебя с восторгом распинать? А Ты пропащего любого готов, мой Господи, поднять. Ты мог бы каждого на веке уже сегодня осудить, не заслужили человеки, чтоб кто-то мог нас так любить. Но Ты, по милости прощая, смываясь грех, мой святый дождь, и к Божьей славе возвращая, ключи от вечности даешь. Аплодисменты, не веревкой на шее, не цепью, я с Тобою повязан любовью, мой Господь, основание церкви, укрепивший не камнем, собою. И стоит Божий светоч спасения, нерушимо среди потрясений, собирая под благостной сенью стадо Божье в народах рассеянное. Стихотворение о том, кто был сзади. Обычно мы смотрим вперед, но тут немножко взгляд назад. Он нас убьет, выруливая, и кричал сосед от страха, а сзади кто-то вымолвил, о Боже, пронеси. Летели наши головы безудерзно на плаху в маршрутном переполненном кораблике такси. Наверное, план немыслимый отчетного квартала в гробовщите умелые в тот день могли спасти. Уже нас в небе ангелов бригада поджидала, но сзади кто-то вымолвил, о Боже, пронеси. Останутся безденежские подручные, хороновые. У них оплата сдельная, авансы в Непросии, а так бы ими запросто мы были похоронены. Но сзади кто-то вымолвил, о Боже, пронеси. Да, к счастью, кто-то вымолвил, о Боже, пронеси. Может быть, кто-то в этом собрании впервые присутствует в Доме Божьем. Вот хочу в первую очередь для вас прочесть это стихотворение. Называется «Чистый лист». Я был расстроен. Я все нервы в жгуты звенящие скрутил. Но как же так? Разбойник первый в пределы райские вступил. Уже в ручье омыл он руки, уже цветок примял ногой, там, где божественные звуки, где свет Господень и покой. На нем, наверное, доселе, чужая кровь не запеклась. И он спасен, и новоселье уже отметил, веселясь. Еще так мало знавши слова, я был им вскоре посрамлен, открыв, что праведную кровью Христа, прощенный, убелен, и срама нет на нем, и смрада. Он перед Богом. Чистый лист. И в прошлые века, и ныне, и в будущем, если Господь продлит время этого мира, смысл земной жизни людей и истина их счастья определены только одним обстоятельством, только степенью близости человека к Богу. А тот отрезок времени, в котором мы, по воле Создателя, приходим в мир, и даже продолжительность наших жизней, а уж тем более уровень комфортности и пребывания воплоти, совсем не главное для вечной души. Живи тем временем, какое тебя отпущено с небес. Трудись, молись, и будь спокоен. Того, кто с Богом зверь не съест, пока под сенью благодати встаем на утренней заре, смотри безропота на даты в худеющем календаре, и будь уверен, Божьи дети войдут в небесный Ханаан, а там врат Христос нас встретит, царь всех смиренных христиан. АПЛОДИСМЕНТЫ А гляжу на годинник, який по воле бежит, и думается, что, как раз прочитать этот верс, у сё суседа сейчасу мало, дни съедая огород, а где Библию поклала, не узгадая третий год, и не чуется спод пылу голос Бога с давноёй, было б лепей, как побила грады градом, да одной. Люди в чеписта тримают дребезу, а Божий дар, как пустой откидают, где, мавляв, его навар, Господь, яка до лютой смерти, бараника б не прирос, да земного я, бо в сердце пустозелле пойде в рост. Маю одного знакомого, и он пьет из шестых советских часов, не их на работе тримается, бо там работа не сто дня, а подзменных, жёнка с дитём пошла от него, я час от час укажу ему, пойдем в мою церкву, не зморнуешь день, не остапочуешь, и, может, навыть житё своё зменишь, и он говорит, не, мы с мамой моей православные, мать мне говорит, только не выракаясь православной нашей веры. Себруков, какие, это часто и зарано сходят в життя, бо загубили себе розными там разведёнками, барматухами, и он поминает своим гаражи, бо в церкву дороги не ведает, и коли мы споткаемся в городе, и он глядит на меня, не так, как на хворога, бо бачитый, и он не выракся, а я. Есть такие, кажут, сбочу, и пошёл чужой дорогой. Я гляжу им смело в бочи, и отказываю, я с Богом, хпины чую, без посады, эти работы не за много, я и лаянку чуть рады, каб одно быть, только с Богом. Сябар колиш, небагатце вартовать, купил бульдога, ночь не спить, боюсь, что стратить. Я спокойно сплю, я с Богом. Мне за много добробыту, не за мало, не за много, самый раз, как на побыт тут, а главное, я с Богом. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда мы пели, наверное, сёстры-брачья, которые вот рядышком со мной находились, ну, слышали моё тоже пение. А я признаюсь, я раньше в церкви не пел. Ну, нет у меня голоса, думаю, зачем я буду нарушать стройное пение братьев и сестёр. Но, наверное, я ошибался, потому что Господь подвиг меня, а я думаю, это, конечно, только Он, потому что тема была для меня совершенно неожиданная. Так вот, подвиг на то, чтобы я написал это стихотворение, может быть, в назидании не только мне, но и другим, для того, чтобы не стеснялись они своих голосов, потому что голос, какой мы имеем, каждому дан Богом. Мне один медведь на ухо крепко лапой наступил, и теперь мне петь без слуха, как миски грузить без сил. А душа моя ликует, а моя душа поёт в полный голос, торжествует, что её спаситель ждёт. Я о душе и хору певчих как сумею подпою, потому что дух трепещет, предвкусая жизнь в раю. Мимо нот, без опасения на косой нарваться взгляд, я пою и песнопенью нашему спаситель рад. Такие времена настали, что прочитаю, ну, не в назидании, а просто в напоминании, верст, он называется, «Секодорение по поводу лжеца». Вы знаете текст из послания к официанам, «Опаче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить раскалённые стрелы лукавого». Человек ко мне зашёл, почаёвничал усердно, а такого понаплёл, что пахнуло смрадом серным. Даже сахар горький стал, там, где он поскрябал ложкой. Ладно, сахар, наповал уложить готовону лозью каждого, кто Божьим словом стен своих не укрепит, подойдёт обманщик новый. Вашей веры крепок щит. Пусть Господь благословляет вас, дорогие братья и сёстры, в земном служении Царю Небесному. Пусть светильник вашей церкви разгоняет мрак безверия и греховности, который сгущается в мире. У этого светильника самое надёжное основание, ибо краеугольный камень в нём сам Иисус Христос. Слава Ему в овете! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok